всем привет от sb 1813 и продолжаем реакции и я решил сразу после периферии самых главных мне кажется прогрессив металле и металл кори нынешним западным сделать то же самое только на уже русских ребят я считаю что самым главным именно в этих жанрах у нас все-таки за кореи и у них вышел новый трек тварь который называется достаточно внезапно и достаточно внезапно в принципе трек вышел вместе с клипом потому что я просто буквально сидел вчера что ли ночью что такое смотрю корее вышел там 5 секунд назад новый трек ладно окей есть на реакцию мы вот решил одним днем вместе с периферии думаю это достаточно символично потому что свое время корея навели много шуму в плане именно джента прогрессиво доски лисницами богов и если кто слышал альбом этом прекрасно понимаете и хотя они понабрали очень много мне кажется у западных ребят но тем не менее сделали именно как вот что-то вот именно свое тем более в россии такого раньше не было ну а если и было то совершенно не на таком уровне как они делали потом корея конечно куда-то никуда повело но вот куда привело в данный момент мне очень нравится то есть по крайней мере со славой то что они делают да конечно стоит признать что это уже совершенно не тот прогрессив металл да прогрессив металл коры сможем назвать что они делали в колеснице богов и далее но сейчас он звучит на самом деле достаточно интересно своеобразно с экспериментами ну и плюс в принципе мне нравится звучат именно с вокалом славы да и очень инструментально так что они супер молодцы я уже делал на них несколько реакций естественный хвалил потому что корея офигенные и вот собственно что-то новое внезапно у них вышло поэтому давайте сейчас заоценим заценим еще и собственно клип будут ли какие-то опять эксперименты как например в предыдущем треке который был достаточно внезапный да с некоторыми моментами или же что тут будет более хотя не знаю вот не знаю вот кстати даже у периферия так сильно не интересовался тем что будет потому что я знал что периферия будет периферия что будет у кореи я понятия не имею так что очень интересно давай сейчас собственно заценим гоф трек кстати маленький всего две с половиной минуты идет окей слава заболел а ну лук у него конечно балдежный Ну я кажется понимаю у кого они тоже подрезали вот эту тему. Нордлейн сейчас очень любит делать такие панковские штуки. Ммм, качёва прям нормас. Почему ударники, кстати, на лице? Ммм, качёва. Ну вот с этим рассчитать Ивум это, кстати, очень хорошо. Вот он прям нормально. Дай, 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 дай! Ну да, их вы жалеете как Нордлейн, но в принципе это хорошо. Опять же, в России вот никто не делал а-ля Нордлейн. Поэтому, как бы корее, вперёд. Вы можете занять эту нишу спокойно. Ну они, кстати, в принципе по звуку похожи. Немножко на нынешний Нордлейн. Только без электроники. Ну, по примеру, в этом треке. Не, прям нормас. Так, ну что, вот мы смотрели и послушали трек «Тварь» от группы «За Корея». Ну что, хочу сказать. Очень качёво, очень мощненько так было достаточно. Быстренько. И, в принципе, то, что вот трек идёт всего две с половиной минуты, он, мне кажется, так и должен идти. Очень забавно после восьмиминутной вот такой баллады залипательной периферии посмотреть вот такой вот именно быстрый разрывной трек у Кореи. То есть такая прям совершенно разная. При этом, опять же, не сказать, чтобы в разных именно жанрах. Потому что тут, на самом деле, тоже всё это можно назвать прогрессивным металлкором, да, условно. Хотя тут как-то как будто бы уже больше в такой нью-металлкор переходит. С другой стороны, опять же, сравнение моё с Нордлейн, да, и то, что последние два альбомы, например, они делали. Тут, мне кажется, есть очень похоже. Во-первых, вот эта тема с лажелетами, тема с ударными, которые вот такие вот именно панковские, это всё с Нордлейнами пошло. Опять же, не знаю, Корея, типа, брали ли вдохновение у Нордлейн нынешних, или же они сами до этого додумались. Но это прям похоже, это похоже. Ну и, в принципе, по вайбу вот реально похоже на Нордлейн. Первое, что в голову мне пришло. И это очень круто, потому что современные Нордлейн, вот именно современные Нордлейн, я без ума от них, они прям суперкрутые. Если Корея тоже пойдёт в ту сторону, то это прям будет очень хорошо. Единственное, единственное, тут трек был полностью, как я понимаю, без электроники, то есть чисто гитарный такой именно. А у Нордлейн всё-таки с электроникой очень много сейчас балуются, и балуются в хорошем понимании этого слова. У Кореи тоже с электроникой балуются, но не так сильно и не так интересно, наверное, пока что ещё. Так что посмотрим, что дальше будет. Не, ну тут, на самом деле, всё понравилось. Мне очень понравился, на самом деле, звук. Не странно, в последнее время у Кореи реально очень хороший звук, то есть он очень потненький, очень басовый, то есть бас там лязгающий, вообще басист у них прям очень круто. Я не помню, с какого года у них этот басист, по-моему, уже давно. И вот я помню, что с того момента, как он к ним, собственно, пришёл, у них звук баса прям вообще по-другому, он как будто новый стал. Он прям реально лязгающий, очень такой вкусненький, прям супер. В принципе, всё остальное тоже, гитары, там ударки. Ну и, конечно, Слава, Слава прям супер молодец. Не знаю, вот мне кажется, вот последние два клипа это показатель того, насколько Слава офигительный, во-первых, вокалист, насколько он разнообразный вокалист. То есть он может и речитатив очень прикольный сделать, и просто поорать как бы, и там, и вверхать, и низы. Они как бы чистые, опять же, как я говорил в своей первой реакции на Корею. Я считаю, у него один из лучших вообще в России, пока не говорю, в тяжёлой музыке. Вот. Так что Слава прям очень крутой. Мне так нравится, что после всех этих историй с Аматери выбрался вот, казалось бы, Корея, группа, которая никому на тот момент не нужна была, да, когда от них все ушли. Вот. И когда туда вступил Слава, все ещё подумали, типа, ну, например, я так подумал, что типа, блин, мог бы найти что-нибудь более такое, наверное, современных каких-то ребят, да, а не Корею, которая уже там на последнем издыхании, а нет, он к ним пришёл, и они как-то переродились в совершенно новое звучание, совершенно по-новому всё. И вот эта современная Корея, она звучит реально как современная музыка. В отличие, опять же, от всяких там стигмат и прочих групп, да, которые, ну, типа, просто стоят на месте уже тысячу лет за Корею. Типа, ну, прям молодцы, я им хлопаю стоя, как бы. Ну, точнее, похлопать, скорее, вам не смогу, потому что у меня с коленом проблемы. Но, тем не менее, если бы этого не было, я бы с удовольствием на концерты гонял и вообще. Так же Кореевич, не знаю, молодцы, молодцы за Корею тварь. Забавное название. Единственное забавное, знаете, что я вообще не понял, о чём он поёт, но для меня это, наверное, даже плюс, потому что иногда хочется просто именно кайфануть от музыки, даже вплоть с вокалом, но не понять, о чём он поёт. Потому что иногда, ну, зачастую, зачастую в русские группы, опять же, может, потому что я понимаю, про что они поют, а может быть, потому что многие не умеют писать тексты. Зачастую ты такой вслушиваешься, ты такой, блин, зачем я понимаю текст? Вроде бы трек была уже реакция, да, на эту группу, где я такой, блин, если бы я не понял текста, было бы намного лучше. Вот я не понял текста, я так забалдел, если честно. Надеюсь, текст там не совсем дурной. Ну, ладно, потом прочитаю. Короче, ладно, всё. Спасибо всем, кто посмотрел реакцию. Сами нравится, сами всё знаете. Если что, я ни в коем случае сейчас не сравнивал Корею и периферию, да, просто у меня две подряд реакции выложились вот такой. Как бы, ну, и почему бы нет? Более плюс-минус, там, прогрессив в одну сторону, прогрессив в другую, но тем не менее, всё-таки они немножко из одного жанра хотя бы пошли. Так что так вот решил. Но имеется в душе сравнение, я, конечно, их никак не стал. Совершенно разные группы. Нравятся они мне тоже совершенно по-разному. Это так. Если вдруг кто скажет, а как ты мог после периферии выложить типа Корею? Нет, нет, это совершенно просто разное, но как бы звучит и то, и то мне очень-очень нравится. В принципе, всё. Также, опять же, по поводу прогрессива, обязательно, смотрите, у меня с моей группой Ментонара тоже вышел немножко прогрессивный сингл, поэтому можете его тоже послушать и, собственно, уже сравнить, куда мы больше. В периферии или Корее. Вот. И, в принципе, просто оценить. А у меня всё. Я пошёл. И пока. Спасибо. 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 Спасибо.